Приветствую, друзья! Посмотрите это послание под названием «Оправдание веры и очищение святилища». Оно посвящено теме праведности Христа и тому, как оно связано со следственным судом. Вы будете благословенны, так что оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 14 главе книги Откровения, где мы снова сосредоточимся на теме «Оправдание по вере и очищение святилища». Итак, мы обратимся к экрану. Откровение 14 глава, стих 6. Откровение 14, 6. Библия говорит здесь. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, и источники вод». В Откровении 14 глава, стихи 6 и 7 нам сказано, что наступил час суда Его. Это означает, что перед вторым пришествием Христа на земле произойдет суд. Чтобы убедиться в этом, обратимся к следующему стиху, а именно к стиху 12-14 главы книги Откровения. И в стихе 12 Библия говорит здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса. А через один стих, два стиха Библия говорит следующее, «И взглянул я, и вот светлое облако, и на небе сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой, и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящей на облаке свой серп на землю, и земля была пожата». Из этих стихов мы понимаем, что суд начинается за некоторое время до возвращения Иисуса. чтобы пожать землю, собрать урожай. Когда мы заложили это основание, чтобы помочь нам понять, что на самом деле существует суд перед вторым пришествием Христа, мы можем увидеть ту же тему в книге пророка Даниила, глава 8 и стих 13. В 8 главе и стихе 13 Даниил находится в видении и наблюдает за чередой событий, которые завершаются вопросом, о котором Библия говорит в стихе 13. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И ответ пришел на 2300 дней. И тогда святилище будет очищено. Сейчас мы не будем разбирать это пророчество, потому что это не является основной темой сегодняшнего послания. Я хочу проиллюстрировать, что этот стих говорит о том же суде, о котором говорится в 14 главе книги Откровения. Когда Даниил слышит слова о том, что святилище будет очищено, он указывает на Ветхозаветный праздничный день, известный как День Искупления. И, пожалуйста, обратите внимание, что в книге Левит, глава 16, стих 29, стих 30, Библия говорит об этом Дне Искупления, дне, когда святилище будет очищено. Здесь сказано, в который очищалось святилище, что это будет для вас уставом навеки, в седьмом месяце, в десятый день месяца, вы должны огорчать души ваши и не делать никакой работы, ни свой, ни чужой, который среди вас, ибо в этот день священник совершит за вас искупление, чистит вас, чтобы вы были чисты от всех грехов ваших перед Господом. Что я хочу, чтобы вы поняли об этом Дне Искупления, так это то, что он считался днем суда для евреев, для иудеев. Они понимали этот день как ссылку на очищение святилища, как ссылку на суд. И поэтому, если мы сложим все это вместе, то что мы имеем? Описанное в 14 главе Откровения. Это этот суд, который должен произойти, который является синонимом очищения святилища, который в некотором роде указывает на фактическое очищение человека. суд будет предназначен не для уничтожения, но для очищения народа Божьего. Если вы со мной, поставьте единицу в чат. Мы собираемся перейти к книге Данила. Мы вернемся к книге Данила и увидим ту же самую сцену, описанную по-другому. Данила, 7 глава, стихи 9-10. Библия говорит, И теперь обратите внимание на эти слова. Судьи сели и раскрылись книги. Данил в видении дает нам одну из самых описательных картин этого суда, который должен произойти перед вторым пришествием Иисуса. Он говорит, что на этом суде открываются книги, и вокруг Божьего престола стоят тысячи и тысячи ангелов, которые участвуют в этом суде. И мы понимаем, что этот суд содержит запись жизни всех, кто будет вовлечен в этот судебный процесс. То есть, если вы исповедуете Христа, ваше имя будет фигурировать на этом суде. Если вы утверждаете, что следуете за Христом, ваше имя будет фигурировать на этом суде. Не знаю, как вы, но если вы когда-нибудь были в зале суда и знаете, что есть протокол, в котором записаны ваши действия, за что бы вы ни оказались в суде, и есть протокол, в котором записаны ваши действия. И если вы виновны, вероятно, будете очень нервничать. Почему? Потому что если вы виновны, и если вы виновны, и есть протокол, это всё доказательства, которые нужны, чтобы посадить вас. Так вот, в Библии говорится, что есть книги или записи, которые будут задействованы в этом суде. Книги стоят во множественном числе, были открыты. Сейчас у меня есть вопрос для вас. Сколько из вас хотели бы знать заранее, что в вашей записи? Если вы чувствуете, как человек, что это помогло бы, это действительно помогло бы, если бы я тайком мог хоть заглянуть на запись, мою запись, если вы думаете, что это было бы здорово, я бы очень хотела знать. Поставьте одиничку в чате, потому что если я знаю, что в записи, если я знаю, что в записи хорошо. У меня есть кое-что, чтобы сообщить вам. У меня есть кое-что, чтобы сообщить вам, что взорвёт ваш мозг. И это то, что Библия говорит. Псалом 139, стих 23. Запишите. Псалом 139, стих 23. Библия говорит. Исследуй меня. Сейчас на суде. Бог смотрит на вашу жизнь. Бог исследует вас. Давайте вернёмся к экрану. Давайте прочитаем, что там написано. Исследуй меня, Боже, и узнай сердце моё. Исследуй меня, и узнай помышления мои. И направь меня на путь вечный. Другими словами, Бог в суде исследует ваше сердце. Вы тот, которого он исследует. Вы тот. Вы та книга, которую он читает. Поставьте пять в чате, если вы понимаете, о чём я говорю. В этом следственном суде, как о книге открыты. Причина этих книг, книги, множественное число, потому что книги — это люди. Люди — это книги. Вы — книга, которую исследует Бог. Обратите внимание, что Бог не исследует сам, как будто он не знает. Но это ангелы, которые находятся вокруг престола, и всё небесное воинство, которые не могут читать сердце. И поэтому книги открыты для ангелов. Теперь, почему это так важно понять? Потому что, согласно книге пророка Иеремии, глава 17, стих 1, Библия говорит, что грех Иуды написан железным резцом, «Алмазным острием начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их». Другими словами, возлюбленные, каждый грех, грех Иуды написан железным резцом, которыми когда-либо совершали, записан в нас, он записан в нас. Мы эти книги, послушайте, 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 римлянам 2 глава, просто чтобы продемонстрировать, римлянам 2 глава, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона и делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Как насчёт этого? Как насчёт этого? 2 Коринфяна, глава 3, стихи 2 и 3, где Библия говорит, «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Сегодня я пытаюсь продемонстрировать вам, друзья, что вы и есть эти книги. И если вы и есть эти книги, угадайте, что? У вас уже есть доступ к книге. Поставьте отметку в чате, если вы понимаете, что я только что сказала. Вам не нужно гадать, что в книге, потому что вы уже знаете, что в этой книге. Почему? Поскольку вы теперь и есть эта книга. Теперь могут быть вещи, о которых вы забыли. Они были в книге, но Бог их поднимает. И когда Бог, вы забыли, Бог увидит, помнишь, это ты, но ты не будешь таким. Друзья, послушайте меня. Это хорошие новости. Позвольте мне сказать вам, почему. Позвольте мне сказать вам, почему. Псалус 138, стих 23. «Исследуй меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Бог говорит, я хочу, чтобы ты пригласил меня исследовать твою жизнь, чтобы исследовать, изучить твою книгу. Пригласи меня». Это то, к чему мы призваны. Господь, исследуй мое сердце. Исследуй эту книгу. Что в ней? Что в каждой книге? Что в книге? Вы всё, что в этой книге. Что делать книгу книгой? Не что-то. Это слова. Это слова. Во всех книгах будут слова, которые описывают содержание книги. Хорошо, друзья. Не опережайте меня. Не опережайте меня. Почему вы делаете это прямо сейчас? По крайней мере. Ещё нет, ещё нет. Сейчас. Смотрите на это. Не только Бог говорит, я хочу исследовать твою книгу, и я собираюсь исследовать тебя. Но мы также воодушевны. Второй калинфе, на 13 глава стих 5. Исследуйте сами себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Другими словами, нам сказано, что мы можем исследовать нашу книгу. Вы можете исследовать свою книгу прямо сейчас. Теперь, позвольте мне задать вам вопрос. Сколько из вас хотели бы, чтобы ваша книга была готова к суду? Сколько из вас хотели бы, чтобы ваша книга была готова, чтобы когда Бог смотрит на вашу книгу, он был доволен? Сколько вас хотели бы этого? Поставьте отметку в чате, если вы хотели бы, чтобы ваша книга была готова к рассмотрению сейчас. Пожалуйста, я собираюсь сказать это с чем-то, чтобы вы могли понять. Здесь вы видите в Ветхом Завете, в Ветхом Завете святилище, место, где должен был происходить суд в Ветхом Завете. В Ветхом Завете святилище, что должно было произойти, когда человек согрешит? Они исповедовали свои грехи над головой акца, и верой этот грех, запись греха, переносилась с грешника на акца, а затем Агнец был убит, и кровь вносилась в святилище, кровь, содержащая запись греха, была принесена в святилище. То есть запись греха была помещена в храм. Запись греха была помещена в храм. Теперь обратите внимание, что говорит Библия в 1 Коринфянам 6, 19. Там говорится, разве вы не знаете, что ваше тело храм Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои? Так что, если я могу сказать так, друзья, в Ветхом Завете святилище, которое должно было быть очищено, было символом очищения человека. И тот факт, что запись греха была в храме, так что мы понимаем, что запись нашего греха, запись нашей жизни находится в этом храме. Храме. Этом храме. Итак, имея это в виду, мы теперь можем начать понимать, что в этом следственном суде, который предназначен для того, чтобы очистить запись греха, что Бог в конечном итоге говорит, «Я желаю очистить вашу запись, очистить вашу книгу, книгу вашей жизни». Теперь, сколько из вас, сколько из вас, когда вы смотрите на свою книгу, смотрите на свою книгу, вы начинаете немного беспокоиться, вы начинаете бояться. Но позвольте мне сказать вам, почему мы все должны бояться, когда мы смотрим в нашей книге. Позвольте мне показать вам, почему. Обратимся к книге Римлянам, глава 5, стих 12, потому что в наших книгах все мы имеем историю осуждения. Римлянам 5, 12, «Ибо как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что все согрешили». Обратите внимание, вместе со мной, Римлянам, 3, 23, 3, 23, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это история наших книг до встречи с Христом. История нашей книги. История нашей книги есть осуждение. На самом деле, позвольте мне прочитать вам еще один стих, который хорошо описывает историю наших книг. Библия говорит в послании к Римлянам, 3, 10, там написано, «Нет праведно ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, «Ибо законом познается грех». Итак, вы все поняли? Каждый из нас, открытая книга, видит осуждение, 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 осуждение. Вот что мы видим. Именно поэтому каждому, по крайней мере, на начальном этапе необходимо беспокоиться о судебном решении, потому что вы уже знаете, что написано в вашей книге. Вы уже знаете, что там. Почему? Потому что у вас есть доступ к этой книге. Вы знаете эту историю. Слова в вашей книге указывают только на осуждение. Итак, теперь вопрос в том, что мне делать? Послушайте, если у меня будет доступ к книге, то, может быть, если у меня есть доступ к книге, могу ли я изменить ее содержание? есть ли способ контролировать, изменять, удалять? Что я могу изменить? То, что написано в книге? Что я могу стереть? Могу я вырвать страницы? Послушайте. Помните, очищение святилища указывает на очищение личности, человека, очищение книги, очищение записи греха. Итак, мой вопрос. Хорошо. Что я могу сделать, чтобы очистить все то, что я сделал в прошлом? Как я могу переписать книгу? Как я могу замысить эти плохие слова хорошими? Что я могу сделать, чтобы очистить свою книгу? Псалом 118. Придите со мной. Псалом 118, стих 9. Как, юноша, очистить путь свой? Как мне очиститься? Как мне очистить свою книгу? Как очистить запись? А Библия говорит «Внимать Слову Твоему». Подождите минутку. Итак, если я внимаю Слову Божьему, то ты имеешь в виду, что я могу использовать, могу обменивать старые слова. Старые слова в моей книге могут быть заменены, очищены. Если я внимаю Слову Божьему, то есть ты имеешь в виду, что я могу заменить старые слова на новые? Вау! Ты имеешь в виду? Да, Джемми, у меня может быть новый автор и завершитель моей книги. Хорошо. Итак, если я просто буду внимать Слову, что же это за Слово? Что это за Слово? Верните со мной к Иоанна, 1 глава стих 14, и Библия говорит «И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Славу Его, Славу, как единородного, от Отца полного благодати и истины». Хорошо, подождите минутку. Итак, пастор, вы говорите мне, что если у меня есть Христос, то есть Слово, приглашенное в меня, тогда Он заменяет старые слова на Себя самого. Вы за мной? Да, это указывает на Христа. Если я смогу получить в себя Христа, если Христос во мне, то во мне будет новое Слово, которое всё поглощает и фактически стирает старые слова книги. Вот почему на самом деле в Псалме 118, 111, Иси Библия говорит «Послушайте это, Слово Твое сокрыл я в сердце своём, чтобы мне не грешить против Тебя». Вау! Хорошо, хорошо, я сижу за вами. Пастор, если Иисус спрятан в моём сердце, тогда Он совершит что-то чудесное, что-то каким-то образом устранит грех в моём сердце. Да, мне нравится это. Мы получаем новую историю. Мы получаем новое прошлое. Теперь посмотрите, почему я хочу этого? Потому что, помните, в моей книге написано осуждение. Но я не хочу осуждения на суде. Чего я хочу? То, что противоположно осуждению. Хорошо, давайте выясним, давайте выясним. Послание к Римлянам, глава 3, стихи 21 по 23, Библия говорит «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Итак, вот что я хочу, чтобы вы поняли. Текст только что сказал нам, что закон указывает на наше осуждение, и поэтому у нас в книге написано осужден, осужден, осужден. Но если я принимаю Христа, Он приходит в мою жизнь и оправдывает, что является противоположностью осуждения, оправдывает, да, как если бы я никогда не грешил. Его кровь оправдывает или снимает мой прошлый грех, фактически переписывая мою историю. Так что, когда Бог открывает книги, Он говорит, о, посмотрите, посмотрите на это, а посмотрите на это, потому что Он видит жизнь Христа на месте нашей жизни. Произошел перенос слова в вашу книгу, поэтому, когда слово вошло в вашу книгу, все слова были отменены, все слова исчезли, осуждение отменено. Почему? Потому что новое слово находится в вашей книге. Вы со мной? Мы сейчас вернемся в святилище, и мне нужно, чтобы вы поняли это, потому что это абсолютно важно для последнего времени. Посмотрите на это. В первом послании к Иринцинам, глава 15 стих 6 Библии говорит, жало смерти – грех, а сила греха – закон. Итак, я хочу, чтобы вы подумали об этом. Так, если жало смерти – это грех, представьте, что вас укусил грех, а затем этот грех действует, как яд в вашем теле, который приводит к смерти. Почему это так важно понять? Вы видите, что нам нужно понять здесь, возлюбленные? Так это то, что если святилище было символом того, как Бог устраняет грех из вас, он показывает нам, что как в Ветхом Завете был процесс в святилище, который удалял яд из храма, так и Христос и его заключительное служение делает то же самое. Он стремится удалить яд змея из наших тел. Поставьте отметку в чате, если вы свидите за мной. Святилище – это символ Бога, человека, через которого Бог работает, чтобы в конечном итоге удалить грех из храма, яд греха, жало греха. Теперь, зачем я сделал всю эту настройку? Чтобы вернуть вас, друзья, к очень мощной и меняющей жизнь истории в Ветхом Завете, которая заключается в этом. Числа, 21 глава, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, яд греха течет по нашим венам сейчас. Моисей, что нам делать? Как нам избавиться от этого яда греха, который течет в наших телах, в наших храмах? Что нам делать? И помолился Моисей о народе и сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на шесте. Помните, мы только что читали в Римлянам, Иисус был поставлен как искупитель нашего греха. О чем говорит нам число? «Сделай себе змея и выставь его на шесте и, ужаленный, взглянув на него, останется жив». Когда он посмотрит на него, останется жив. Друзья, это суть Евангелия. Это именно то, что сказал Иоанн Креститель, когда он увидел Иисуса. На следующий день Иоанн видит, что Иисус приходит к нему и говорит «Вот Агнец Божий, который входит в твою книгу и снимает, удаляет грех с твоей книги. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Теперь возлюбленные. Я собираюсь сказать вот нечто, о чем я говорил последние несколько недель. И это очень просто. способ очищения святилища – это созерцание акца Божьего. Способ прохождения через суд – это созерцание акца Божьего. Вот и все. Если мы созерцаем акца Божьего правильно, а не просто смотрим, если мы созерцаем акца Божьего правильно, то произойдет ряд событий, которые выльются естественным образом, как результат. Не просто взгляд. Если мы правильно созерцаем акца Божьего, в результате этого суд о том, кто созерцает акца Божьего, а кто нет, послушайте. Давайте перейдем к экрану. Это Маранафа, страница 99. Послушайте это. Маранафа, страница 99. «Разве члены нашей Церкви не будут держать свои глаза прикованными к распятому и скрешему Спасителю, в котором сосредоточены их надежды на вечную жизнь? Это наше послание, наши аргументы, наше учение, наше предупреждение для нераскаившихся, наше ободрение для скорбящих, надежда для каждого верующего. Если мы сможем пробудить в умах людей интерес, который заставит их обратить свои взоры на Христа, мы сможем отойти в сторону. Делайте паузу на минутку. Один момент, который говорит здесь, если мы сможем заставить людей просто направить свой взгляд на Христа, направить свой взгляд на акция Божьего, направить свой взгляд на Змея на Шесте, она говорит, мы сможем отойти в сторону. Отойдите с дороги. Просто отойдите с дороги. Просто отойдите. Как только они посмотрят, отойдите в сторону, потому что имеет это… Это, если мы можем просто заставить их, давайте внёмся к раду. Если сможем пробудить интерес в умах людей, которые заставят их направить свой взгляд на Христа, тогда мы можем отойти в сторону и попросить их. Только поставьте это слово в чат для меня, пожалуйста. Пожалуйста, мне нужно видеть это слово. Мы можем отойти в сторону и попросить их только продолжать фиксировать свой взгляд на акции Божьем. Тот, чьи глаза фиксированы на Иисусе, оставит всё. Он умрёт для эгоизма. Он будет верить во всякое Слово Божье, которое так славно и чудесно и возвышено во Христе. Вы все видели это сейчас? Вы все видели, что мы только что прочитали? Если мы можем другим указать на Христа, показать им Христа, и только попросите, просто продолжайте смотреть, продолжайте фиксировать свой взгляд на змея на шесте, результатом будет то, что они будут жить. А, а как ты попал на небеса? Ну, я просто созерцал. Как ты попал на человек? На небеса? Я делал это. Я помогал людям. Нет, 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 нет. Как ты попал на небеса? Я созерцал акция Божьего. Как ты прошел через суд? Я созерцал акция Божьего. Вы все понимаете, о чем я говорю? Именно в созерцании акция Божьего высвобождается сила с небес, которая позволяет нам ходить в праведности. И ничего больше. Не наши собственные усилия, не наши собственные старания. Это просто созерцание акция Божьего. Итак, вот почему, вот почему Библия говорит нам в Иоанна, глава 6, стих 53. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Что Иисус имеет в виду? Что Иисус имеет в виду, когда говорит, что если не будете есть плоть Мою и пить кровь Мою, о чем Он говорит? Он говорит, о своей смерти. Он говорит о том самом, что символизировал змей на шесте. Он говорит, что это значит? Почему Он говорит, что вам нужна Моя плоть и Моя кровь? Почему Он говорит, что нам нужно сосредоточиться на Моей смерти и Вашей жизни? Почему? Потому что, согласно Левит 17.11, жизнь плоти в крови. Позвольте мне повторить. Жизнь плоти в крови. Так что, в этом случае, кто ест плоть, мы говорим о плоти, мы говорим об Иисусе. Вы все со мной? Жизнь Иисуса в Его крови. И без пролития крови нет прощения греха. Так что, если я хочу жизнь Иисуса, мне нужна Его кровь, мне нужна Его жертва. Мне нужно есть это. Теперь, как я собираюсь есть жертву Христа? Как я собираюсь есть плоть и тело или кровь Христа? Как я собираюсь сделать это? Что это значит? Есть. Помогите мне. Что это значит? Есть. Кто-нибудь, дайте мне другое слово для обозначения слова «есть». Мне нравится это. Пастись, потреблять, переваривать. а не просто глотать. Вам нужно есть. Вам нужно переваривать то, что вам нужно съесть. Вам нужно сосредоточиться. Вам нужно размышлять. Библия говорит в Матфея, глава 4, 4 сих. Послушайте, что здесь говорится. Здесь говорится не хлебом, одним будет жить человек на всяким словом, исходящим из уст Божьих. Каждым словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому чем больше мы смотрим, когда мы перевариваем Слово Божие, когда мы перевариваем им плоть и тело Христа, что означает его жертву, это еще один способ сказать «Смотри на змея на шесте и продолжай смотреть». Почему? Потому что, согласно 2 Коринфянам 3, 18, Библия говорит, «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вы понимаете, чем больше мы смотрим на то, что Иисус сделал для нас на кресне, тем больше мы изменяемся. Тот же образ. Чем больше мы созерцаем, сосредотачиваемся, поглощаем и размышляем окрестной жертве Христа, тем глубже наша связь с Ним. И пока эта связь происходит, яд покидает наше тело, как те, кого укусил змей, когда они смотрели. Сила яда была удалена. Послушайте. Вот почему в книге «Желание веков» на странице 83 нам сказано, что было бы хорошо каждый день посвящать размышлениям о жизни Христа. Мы должны рассматривать ее пункт за пунктом и позволять воображению схватывать каждую сцену, особенно заключительные, когда мы таким образом останавливаемся на его великой жертве ради нас. Смотрите на это. Наша уверенность в нем будет более постоянной, наша любовь будет сильнее, мы будем глубже проникаться его духом. Если мы хотим, наконец, спастись, мы должны усвоить урок покаяния и унижения у подножия креста. Понимаете ли вы, почему для нас было бы хорошо проводить, по крайней мере, час каждый день, размышляя над его жизнью, особенно над заключительными сценами, потому что, возлюбленные, глядя, созерцая, смотря, мы становимся измененными. Вы боитесь сюда? Итак, вы боитесь сюда? Хорошо. Мне нужно начать делать это, начать делать это. Нет, нет, нет. Вам нужно просто сосредоточиться на оправдании веры во Христа. Как это происходит? Смотрите. Просто смотрите. Если вы будете смотреть, я позабочусь о яде. Если вы сосредоточитесь, я позабочусь о яде. Я удалю грех из вашей системы. Я удалю грех из вашего храма. Ваш храм, святилище будет очищено. Но мне нужно, чтобы вы продолжали смотреть на то, что я сделал для вас на кресте. Вот почему, друзья, Библия говорит в Салме, 76-й, 13-й стих. «Путь твой, о Боже, во святилище». Кто такой великий Бог? Что это значит «путь твой во святилище»? Путь твой, о Боже, во святилище. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, если Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь», тогда что Он говорит? Если вы посмотрите в святилище, «Я там». «Я есть путь, который находится в этом святилище». Так что, если вы когда-нибудь изучали святилище, вы увидите, возлюбленные, вы увидите, что в святилище есть шесть предметов. И эти шесть предметов буквально расположены в форме креста. Что означает, друзья, что святилище — это Божие рентгеновские видения креста. Рентгеновские видения креста Божьего — это его рентгеновские видения змея на кресте. Другими словами, если вы хотите знать, как работает крест, вы посмотрите на святилище, и вы увидите механику в этих предметах, вы увидите механику того, как работает крест. Хорошо, поставьте всем в чате, если вы все уловили, что я только что сказала Внутри святилища система, которую Бог установил, чтобы показать человеку, как вы очищаетесь от ваших грехов Крест находится впереди и в центре В святилище эти предметы на самом деле являются рентгеновским видением креста Лучевое изображение креста, оно показывает вам механику внутри креста Как работает компьютер? Хорошо, позвольте мне вытащить часть компьютера и показать вам все части компьютера Если вы хотите знать, как работает крест, вы посмотрите на святилище, посмотрите на эти предметы И вы начнете видеть, когда я созерцаю крест, что я на самом деле созерцаю Эти принципы, которые найдены, которые показывает нам святилище Это чертеж креста Итак, что происходит, когда мы созерцаем Христа? Если мы созерцаем его правильно, мы знаем, что произойдет Эти предметы и вещи, которые они представляют Жертвенник, умывальник, стол хлебопредложения, жертвенник благовоний, подсвечник, овощик завета и крышка милосердия Видите, как все эти вещи становятся реальностью в нашей жизни? Почему? Потому что мы созерцаем змея на шесте Мы созерцаем Христа в его жертве Сейчас, мне нужно, чтобы вы уловили это Потому что, когда мы созерцаем Иисуса, две вещи, в частности, произойдут для нас Вы готовы? Две вещи, в частности, произойдут для нас, если мы правильно созерцаем Христа Давайте перейдем Вот это Согласно евреям, глава 1 стих 8 Библии говорит О Сыне, престол Твой Божий, век века Жазл Царствия Твоего, жазл праведности Теперь, посмотрите Говоря об Иисусе Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие Посему помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих Возлюбленные, когда мы созерцаем Иисуса Две вещи, которые выделяются в Иисусе Это то, что Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие Поэтому, если я созерцаю Иисуса правильно, а созерцаем и изменяемся Я начинаю любить праведность и ненавидеть беззаконие Это две разные вещи Я хочу, чтобы вы подумали об этом Итак, давайте перейдем к экрану Ненавидеть беззаконие Это ненавидеть нарушение закона Это ненавидеть то, что закон запрещает Правильно? В некотором смысле Это говорит о том, что я презираю неправильные Я презираю нарушение закона Но праведность Это ненавидеть Праведность Достаточно просто ненавидеть беззаконие Или просто я не лгу, я не краду Вы не можете делать эти вещи При этом быть праведными Если вы можете делать праведные поступки Но делать эти вещи Вы должны иметь и то, и другое Подумайте об этом Подумайте об этом Итак, есть грехи совершения И грехи бездействия Грехи совершения Это Я нарушаю закон Лгу Ворую Убиваю И так далее Вы совершаете грех Но есть и грех бездействия Да, знаете Я вижу избитого человека На обочине дороги Я иду в Ерехон И Я не могу ему помочь Пусть кто-нибудь другой разбирается с ним Я не собираюсь помогать этому человеку Грех бездействия И грех, когда вы совершаете Когда мы созерцаем Иисуса возлюбленные Он изменяет нас По характеру Так что мы учимся ненавидеть беззаконие И любить праведность Позвольте мне объяснить это для вас Позвольте мне объяснить это для вас Давайте перейдем к экрану Итак Жертвенник Жертвоприношений Видите Когда мы созерцаем то Что Иисус сделал на кресте для нас Когда мы действительно находим время И останавливаемся каждый день И говорим Господи, сегодня Помоги мне сосредоточиться на змее на шесте Чтобы смотреть на Христа И то, что Он сделал для нас Что-то начинает происходить, друзья Когда вы медленно созерцаете крест Начинает происходить то Что вы начинаете ненавидеть грех из-за того, что он сделал с Иисусом, потому что грех привёл акция Божьего к смерти, потому что грех привёл Христа на крест. Вы начинаете ненавидеть грех из-за того, что он сделал с Иисусом. Вы начинаете ненавидеть его. Это был ваш грех, который привёл к смерти Иисуса. Именно наше пренебрежение Словом Божьим привело к смерти Иисуса. Мы начинаем ненавидеть то, что соответствует Слову Божьему. Почему? Из-за того, что именно этот поступок, из-за того, что именно это дело привело Христа на крест, мы начинаем ненавидеть холодность. Семисвечник, который был символом огня, мы начинаем ненавидеть холодность и теплоту взгляда. Почему именно это привело Иисуса на крест? Наша холодность к Богу, наша теплота, наше теплое отношение к Богу. Мы начинаем ненавидеть эти вещи, которые привели к разделению, к разлуке. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Когда мы смотрим на Иисуса на кресте, всё, что эти приметы представляют, закон Бога, это из-за нашего греха Он оставил Свой трон на небесах. Вы, слюбленные, мы начинаем ненавидеть те вещи, которые мы ненавидим, непрощение, потому что оно демонстрирует это. На кресте Христос простил нас. Как мы можем не прощать других? Мы начинаем ненавидеть это. Послушайте меня. Чем больше мы созерцаем акция Божьего на кресте, те вещи, которые привели его туда, грех, осквернение, холодные сердца, отвержение слова, эти вещи мы начинаем, естественно, природно ненавидеть. Поставьте 5 чатей, если вы следите за мной. Но крест не только вселяет в нас ненависть и вражду против греха и против вещей, которые вызвали смерть Иисуса. Он также вкладывает любовь в наши сердца. Давайте вернёмся к экрану. Давайте вернёмся к экрану. Это также вкладывает любовь в наши сердца, потому что сейчас, когда мы смотрим на змея на шесте, когда мы смотрим на акция Божьего, мы благоговеем перед Его жертвой. Это жертвенник, где приносилась жертва. Мы благоговеем перед Его чистотой. Это умывальник. Он умер за нас. Он умер, взяв грехи мира на себя, и всё же у Него не было греха. Мы благоговеем перед Его верностью Слову Божьему. Мы благоговеем перед Его связью с Отцом. Он молился каждый день. Он делал всё, чтобы оставаться на связи с Ним. И мы благоговеем перед Его пламенной страстью. Это семисвечник. Мы благоговеем перед Его пламенной страстью к нам настолько, что Он был готов умереть. Мы благоговеем перед Его послушанием закону Божьему. Мы благоговеем перед Его милосердием и возлюбленные. Вы знаете слова. Изображение стоит тысячи слов. Всё, что нам нужно сделать, это посмотреть на это изображение змея на шесте, акция Божьего, который берёт на себя грехи мира. И если мы правильно прочитаем картинку, остановимся и просто будем созерцать, созерцать и созерцать, что я говорю. Пусть весь этот год будет посвящен тому, чтобы созерцать, чтобы держать свой взгляд на акцию Божьем. Позвольте мне изучить эту жертву так, как я никогда не изучал её раньше. Во время молитвы позвольте мне размышлять на этом изображении. Господь, говори со мной, преобразуй меня, когда я смотрю на эту картину и позволь моему воображению постичь эту сцену. И чем больше мы это делаем, Господь говорит, мы должны стать одержимыми этой жертвой. И чем больше мы сосредотачиваемся на этом изображении, тем больше слов начинает появляться. Посмотрите на этого человека Божьего, посмотрите на это определение человека, посмотрите на это мужество, посмотрите на эту верность, посмотрите на эту любовь, посмотрите на эту пламенную страсть, когда он висит на кресте за нас. Господи, пожалуйста, преобрази меня в этот образ, преобрази меня в этого человека, которым я так восхищаюсь. И преобрази меня, Господи. А затем возлюбленные. Когда? Когда это происходит? Посмотрите на экран. Тем больше мы видим не только картину его ненависти к греху, но и картину его любви к праведности. Что-то начинает происходить в нас. Это порождает реакционную праведность. Мы говорили об этом в послании «Оправдание веры и начертание зверя». Праведность — это реакция. Это не действие, это реакция. И когда мы созерцаем эту картину Христа на кресте, эта праведная реакция начинает происходить в нас. И вот что он делает. Он даёт нам силу, он даёт нам силу. Мне нравится эта отражающая праведность. Мне нравится эта отражающая праведность, что означает, что я просто реагирую и отражаю то, что я вижу на Христе. Возьмите зеркало. Когда садится солнце, вы берёте зеркало, поднося его к солнцу, и затем этот свет, он преломляется. Этот же свет. Вы становитесь зеркалом. Вы — зеркало, отражающее то, что произошло на кресте. И когда вы становитесь этим зеркалом, слава Господне освящает землю благодаря своим размышляющим ученикам, которые постигают эту тайну. это не в моей физической силе, чтобы попытаться быть праведным. Послушайте, если я сосредоточусь на акции Божьем, если я сосредоточусь на Голгофе, который является нашим посланием, нашим аргументом, нашей доктриной, нашей надеждой, если мы сосредоточимся на этой вещи, мы превращаемся в зеркала. Мы превращаемся в зеркала. И как зеркала мы начинаем отражать славу Божью, прекрасные лучи света. И тот свет, как происходит во мне и в тебе, и в следующем человеке, он начинает освящать землю славой Божьей. Это его ученики отражают праведность, а не пытаются произвести праведность, в которой нет света, а отражающие праведность. Итак, возлюбленные, посмотрите, когда мы начнем это понимать, мне нравится, я назову семь сил креста. Вот что они из себя представляют. Семь сил креста — это сила номер один над страхом смерти. Это алтарная жертва. Послушайте, мы почти у цели, мы почти закончили смотреть в этом году. Столько же, сколько дети причастны плоти и крови. Он и сам принял часть того же, чтобы смерть уничтожить, имеющего державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые из-за страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Вы все должны это понять. Чем больше мы созерцаем смелость Христа на кресте, что Он был готов встретить смерть, что Он был готов умереть из-за Своей любви к нам, в нас начинает зарождаться смелость до такой степени, что мы больше не боимся смерти. Бог дает власть над страхом смерти. И чем больше мы созерцаем Христа на Голгофе, тем сильнее, тем сильнее мы становимся даже перед лицом смерти. Бог говорит, я избавлю вас от этого страха смерти. Это жертвенник, претвоприношение. Когда мы созерцаем Христа на кресте, Он дарует нам власть над страхом смерти. Он дарует нам власть не только над смертью, но Он дарует нам власть над жизнью. Это тот хлеб, тот алтарь, тот умывальник, друзья, символизировали новое рождение, новую жизнь. Бог говорит, не только дам вам власть над смертью, я дам вам власть над жизнью. Что означает? Это означает, что я распят со Христом. Почему? Потому что я смотрел на Него на кресте. То, что произошло с Ним, то произошло и со мной. Я распят со Христом. Смотреть на Его распятие, когда мы смотрим на Его распятие, мы становимся тем, что видим, мы становимся тем, что мы едим. Чем разум питается? Наш разум должен постоянно питаться жертвой, плотью и кровью Христа. Поэтому в тексте говорится, я распят со Христом. Тем не менее, я живу, но не я. Христос живет во мне. И жизнь, в которой я сейчас живу, во плоти, я живу верой Сына Божьего. Я, правда, верен Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал Себя за меня. Итак, мы не только начинаем получать власть над смертью, не только мы начинаем получать власть над жизнью, я живу новой жизнью, мы начинаем получать власть, возлюбленные. Перейдем со мной к экрану. Стол хлебопредложений. Что такое стол хлебопредложения? Представьте, это представляет Слово Божье. Библия говорит, что не хлебом, а не будем жить человеком, но всяким словом, исходящим из Суд Божьего. Библия говорит, праведный, или послание Иеревеем, глава 10, 38 стих, праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, неблаговолитному душам ия. Послушайте, если кто-нибудь отступит, отступит от кого? Отступит от Христа, который вознесен на кресте, который привлекает нас к себе. Он говорит, и когда я буду вознесен, всех привлеку к себе. Будут ли праведники жить верой? Что это значит? Что они тянутся ко Христу верой, они повинуются, они доверяют Его Слову верой, а не видением. Но если кто отступит, Христос притягивает меня, но я отступаю, потому что не верю Слову, потому что не доверяю Его Слову. Когда мы видим мужество и смелость Христа в Его жертве, нас тянет к Нему верой, мы учимся доверять Его Слову, мы учимся жить верой, а не видением, потому что изображение змеи говорит нам, человек, это плохо, но верой мы знаем. Нет, это Иисус. Это Иисус. Не только это, друзья, Он даёт нам власть над смертью, Он не только даёт нам власть над жизнью, Он не только даёт нам власть созерцательного возлюбленного, Он дарует нам, посмотрите на экран, власть над ненавистью, Он, семь ветвей, разжигает Божий огонь. Песнь песней Соломона, глава 8, говорят нам, Иоанна 15,13, говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Возлюбленные, это любовь, которая есть огонь Евангелия. Послушайте, послушайте, песнь песней Соломона, глава 8, стих 6, «Положи меня, как печать на сердце твоё, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы её, стрелы огненные, а на пламени весьма сильный, возлюбленные сильные воды не могут потушить огонь любви. Чем больше мы созерцаем Христа на кресте, мы видим картину пламенной любви Бога, и мы не только начинаем применять эту власть над страхом смерти, этой власть над нашей жизнью, этой власть над видением против веры, эту силу, мы также получаем эту силу любви, горящий огонь. Мы любим, мы получаем власть над холодностью, власть над теплотой. Вы следите за мной? Бог буквально показывает нам, как работает крест. Мы теряем силу. Мы получаем власть над страхом, разлуки с Богом, как говорит нам Библия, ибо Бог дал нам дух не страха, а силы любви и здравомыслия. Мы больше не боимся разлуки с Богом. Жертвенник курения должен показать нам, что если мы вызываем к Богу, Он не оставит нас. Нам не нужно бояться, что нас отрежут. Нам не нужно бояться быть отделенными от Бога. У нас есть смелость, потому что мы видим, что Иисус сделал для нас на кресте. Это обеспечивает наше спасение. И, возлюбленные, мы получаем власть над грехом. Закон Божий находился в Ковчеге Завета. Мы получаем власть над грехом, потому что видим человека. Именно это поместило Иисуса на крест. Именно эти вещи, описывающие закон, поместили Христа на крест. И если мне нравятся эти вещи, то я поддерживаю в отрицательном смысле смерть об Иисусе. Если эти вещи убивают Иисуса, а я люблю эти вещи, тогда это означает, что я был бы готов убить Иисуса сам. Вы это понимаете? Если грех убил Иисуса, а я люблю грех, тогда я люблю то, что убило, что стало причиной смерти Иисуса. Как бы вы себя почувствовали? Если кто-то любил то, что убило вас, когда мы видим Христа на кресте, мы получаем власть над грехом, потому что мы начинаем ненавидеть Его. Почему? Потому что Он убил нашего Господа. Именно поэтому Иисус сказал, если вы любите Меня, сохраните Мои заповеди. Если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Послушайте. Мы также получаем власть над непрощением. На престоле милости. Когда мы созерцаем крест Христов, эти предметы показывают нам вот что именно происходит. Чем больше вы созертаете акца Божьего, который берет на себя грех мира, ваше святилище очищается. Почему? Потому что вы учитесь ненавидеть беззаконие. Вы учитесь любить праведность. Вы преобразовываетесь так, что вы являетесь зеркалом, отражающим праведность Бога. Не в вашей собственной власти. Нет у вас света. Свет, который исходит из вас, это свет, который отражается через вас. И этого не может произойти, пока вы не станете тем зеркалом, которое сфокусировано на Голгофском кресте. Малахия, глава 3, стих 1. Малахия, глава 3, стих 1. «И сядет переплавлять, очищать серебро, и очистит сыно в леве, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в праведности». И Тита, глава 2, стих 13. Библия говорится, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот что мне нужно, чтобы вы поняли. Когда мы говорим об этом, это вечное Евангелие, которое должно распространиться по всему миру. Возлюбленное — это одно и то же послание с самого начала времени. Только в настоящее время, но более актуально для Церкви. Возлюбленное — да, мы призваны возвысить закон Божий, чтобы показать, что все согрешили, все осуждены. Вот цель возвышения закона Божьего, включая субботу, которая раскрывает. Послушайте. Если вы не желаете соблюдать субботу, это показывает, что вы хотите доверять тому, что вы считаете правильным, а не полагаться на ясно изложенное Слово Божие. Для чего предназначены все заповеди? Это показать нам, насколько мы заблудшие, а не насколько мы праведны. Насколько мы потеряны. И отнять любую часть закона состоит в том, чтобы дать вам неточную картину того, насколько вы заблудились. Если у вас есть неточное представление о том, насколько вы заблудились, у вас в конечном итоге будет неточное представление о глубине спасения, которое предоставляется нам. Поэтому, как церковь, возлюбленные, у нас есть миссия идти в мир. Дайте им знать, это полный закон Божий. Вот насколько злым на самом деле является человечество. Но как только это будет сделано, возлюбленные, что нам делать? Теперь вы должны соблюдать закон? Нет, нет, нет. Теперь сосредоточьтесь на акции Божьем. И если вы сосредоточьтесь на акции Божьем и его жертве ради вас в свете полной картины закона Божьего, вы начнете видеть, понимать и переживать истинное Евангелие. Наше послание очень простое. Вот Агнец Божий. Это то же самое послание проповедь Иоанна Крестителя. Вот Агнец Божий. Если бы мы могли найти на экране, перейти к экрану, разве члены нашей Церкви не будут смотреть на распятого и скрещшего Спасителя, на которого они надеются? В центре вечной жизни. Это наше послание. Вечное Евангелие. Да, вот оно. Вот оно. Послание Третьего Ангела. Вот оно. Это наше послание. Оправдание веры. Оправдание созерцания Макса Божьего. Это наше послание. Наш аргумент. Наше учение. Наше учение. Да. Наше учение. Наше предостережение нераскаившимся. Наше ободрение скорбящим. Надежда каждого верующего. Если мы сможем пробудить в умах людей интерес, который заставит их сосредоточить свой взгляд на Христе, мы сможем отойти в сторону и попросить их только продолжать сосредотачивать свой взгляд на акце Божьем. Тот, чьи глаза устремлены на Иисуса, не будет это делать своей собственной силой. Но реакционная праведность, отражающая праведность. Почему? Поскольку они стали зеркалами, зеркалями, отражающими славу Божию. Уйдут все. Все умрут для эгоизма. Все поверят Слову Божьему, которое так славно и чудесно провознесено во Христе. Друзья, миссия этой церкви в последнее время состоит в том, чтобы стать зеркалами. Не зеркалами закона, которые указывают только на осуждение. Это цель закона. Он для того, чтобы показать нам, насколько мы нечестивы на самом деле. Но цель церкви, цель Божьей церкви последнего времени, друзья, это просто сказать. Посмотрите на закон. Посмотрите, какие мы нечестивцы. Но вот Агнец Божий в контексте закона. Вот Агнец Божий. И как Он может избавить вас от осуждения. Вот Агнец Божий. Он изменит содержание вашей книги. И Он очистит храм от записей о грехах. Но чтобы сделать это, чтобы яд и грехи были удалены из храма, вы должны созерцать крест. Это мой призыв к вам. Это очень практично и очень просто. Во-первых, я хочу, чтобы вы начали с 2024 года. 2024 год. Все мое внимание будет сосредоточено на Акце Божьем. Я желаю прожить этот год по образцу Агнец Божий. Когда я буду молиться, Господь, научи меня созерцать Акца Божьего. Научи меня, Господь, сосредоточиться на Голгофском кресте, как никогда раньше не сосредотачивался. И при этом, Господь, я буду молиться. Я молюсь, чтобы изменения, которые я всегда хотел видеть в своей жизни, чтобы эти вещи начали происходить из-за твоей славы, благодаря твоей силе. Господи, я не могу исцелить себя. Единственное, что я могу сделать, это посмотреть на Тебя. И теперь вы понимаете, что смотреть на Тебя не означает. Ты собираешься сделать что-то, обращать в Сизор на Акце, означает позволить мне сосредоточиться и усечить ту удивительную жертву любви, которая произошла на Голгофе. Помоги мне стать зеркалом Твоей славы. Если этого хочешь, поставь отметку в чате. Господи, сделай меня зеркалом. Сделай меня зеркалом. Сделай меня зеркалом. Сделай меня зеркалом. Прежде чем мы помолимся, я собираюсь подать апелляцию. Я подам апелляцию. Если кто-нибудь, кто смотрит прямо сейчас, вы такой, хорошо. Мне нужно отдать свою жизнь Христу. Может быть, вы ушли из церкви. Может быть, вы думаете, что это слишком ошеломляет, и я не могу этого сделать, потому что я пытался, 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 пытался быть праведным. Я пытался, и, наконец, я сдаюсь. Я не могу этого сделать. Да, вы не можете этого сделать. Но сегодня вы говорите, хорошо, если это то, что нужно, я могу сделать это, я могу созерцать, я могу это сделать. Разве это не удивительно? Бог просто попросил нас созерцать. Вот и всё. Спасение в том, что если мы будем просто смотреть, тогда будем жить. Просто смотри и живи. Я позабочусь об остальном. Я позабочусь о тебе. Остальное придёт как действие, как реакция. Нет, я уже прав, я говорю, нет, 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 ты будешь жить. Благодаря Богу. Слава Господу. Слава Господу за то, как просто Бог сделал всё это. Вы видите, насколько сложен. Явы говорит людям, законам Божьим покончено. Он желает свести к минимуму жертву Христа на кресте. Он желает свести к минимуму глубину этой жертвы. И только когда мы увидим величие закона, мы сможем начать правильно ценить величие жертвы. У нас есть миссия. Кто бы вы ни были, Бог призвал вас стать частью этой миссии по отражению славы Божьей. Сделай меня зеркалом. Сделай меня зеркалом. Сделай меня зеркалом, отражающим Твою любовь. Дорогой Иисус, Отец Небесный, я хочу поблагодарить Тебя за всех, кто откликнулся на этот призыв прямо сейчас. Я хочу поблагодарить Тебя за тех, кто ушёл и возвращается, потому что теперь они получили лучшее представление о том, что сегодня значит для людей увидеть акция Божьего. Пожалуйста, Господь, прости. Прости нас за стремление с лицами себя. Прости нас за то, что мы стремимся навязать праведность, вместо того, чтобы иметь реакционную, отражающую праведность. Господи, пожалуйста, работай с нами. Работай через нас. Работай через нас, Господи, чтобы мы могли возрасти в Твой образ и в Твоё подобие. И нам сказано, что когда Церковь отразит Твой характер, тогда Ты придёшь. Господи, Ты просто ждёшь, пока мы станем Церковью зеркал. Церковью зеркал, отражающей Твой характер, отражающей свет Твоей славы по всему миру. И пусть это произойдёт. Мы хотим стать частью этого, Господи. Это наша молитва. Благодарим Господь за ответ. Потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь.